6 мая по церковному календарю почитается Святой Юрий, Святой Егорий и Георгий Победоносец. Все эти имена на Руси были синонимами, поэтому именины сегодня отмечают и Юрий, и Егор, и Георгий. Приметы на 6 мая говорят, что это очень хороший день, но все же они предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник. Святой Егорий в народе считается защитником животных и домашнего скота, поэтому в народе принято обращаться к нему с просьбами о помощи животным. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда. Егорий с теплом, а Никита с кормом. Сей рассаду до Егория будет щей вдоволь. В Юрьев день только ленивая саха не выезжает. Наблюдали крестьяне и за погодой в этот день. По ней можно было делать выводы о будущем урожая. В народе говорили, на Егория мороз будет проса и овес. В народе считалось, что особой силой обладала так называемая Юрьевская роса. Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили, на Юрия роса не надо коням овса. Однако Юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом этого станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут. Чтобы обезопасить скот от нечистой силы и гарантировать ему здоровье, в некоторых местностях Руси ходили окликать Егория. Мы вокруг поля ходили, Егория окликали, Макария величали. Егорий, ты наш храбрый, ты спаси нашу скотинку в поле и за полем, в лесу и за лесом, под светлым подмесяцем, под красным солнышком, от волка, от хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого. В Егорьев день скот называли именинником, его всячески обхаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось в этот день что-либо делать из шерсти, даже просто брать в руки шерстяные нитки. Женщины старались даже не смотреть в их сторону. В противном случае волки много овец утащат, считалось народе. Чествовали 6 мая и пастухов. После того, как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня. В этот день проводили обряд, чтобы проверить здоровье домашних животных. Для этого толченые льняные и конопляные семена разводили водой и давали попить скоту. Те животные, которые пили эту смесь, по мнению людей, были больными, и их нельзя пускать с остальным скотом на пастбище. А вот признанный здоровым скот выпускали на пастбище. При этом зачастую животных били освещенными ветками вербы, приговаривая, «Верба из-за моря, дай верба здоровья!» «Верба, хлест, бей до слез! Бери хворостинку, выгоняй скотинку!» Также в народе ходит поверье, что в Егорье в день роса обладает необычайными целебными свойствами, поэтому многие люди катались в утренней росе, чтобы весь год не болеть. Молодые незамужние девушки считали святого Егория защитником невест, поэтому часто обращались к нему с просьбами получить хорошего жениха. Часто девушки собирались с большими компаниями и водили хороводы, пели песни, прославляя Егория. Также, по поверьям, в этот день нельзя ссориться, ведь того, кто начал ссору, могло убить во время грозы. Чаще всего сны на 6 мая указывают на то, верно ли вы тратите свою энергию, подаренную Вселенной, а также на то, как правильно ее использовать и избежать неприятностей. Зачастую подобные сны являются проверкой, насколько вы сильны духом. Если во сне вы оказались в густом лесу, вы можете столкнуться с неудачами в работе и в семейной жизни. Если вы увидели во сне белых лебедей, которые плавают по воде, скоро вас ждут успехи в денежных делах. Приснилась пролетающая на два места лебедей, вы имеете какие-то надежды на будущее и очень скоро они сбудутся. Мертвый лебедь, увиденный во сне, является символом неудач и неприятностей со здоровьем, часто может быть предвестником смерти. В народе верили, что люди, которые родились 6 мая, отличаются общительностью, стремлением к новым знакомствам, вежливостью и умением привлекать к себе людей. Они всегда стремятся к активной социальной жизни и не любят одиночества. С любым человеком они с легкостью находят общий язык, умеют переубедить и изменить мнение других. В то же время, рожденные 6 мая, умеют договариваться и находить компромисс даже в самых трудных ситуациях, при этом никого не обидев. У этих людей хорошо развита интуиция и фантазия, что хорошо сказывается на учебе и работе. Благодаря своей целеустремленности они часто достигают высоких целей в жизни. Именины отмечают люди с такими именами – Анатолий, Афанасий, Валерий, Егор, Иван, Александра и Валерия. В народе верят, что роса, выпавшая сегодня рано утром, считается священной, целебной и чудотворной. Приметы на 6 мая говорят, что она может укрепить здоровье и вылечить от всех болезней, если ее добавить себе в пищу. Также приметы говорят, что если сегодня росой умыться, то можно вернуть себе молодость и красоту. А если росой окропить свой кошелек, то в нем всегда будут водиться деньги, а у человека будет стабильный доход и хороший достаток. Росу, собранную сегодня, можно охранить весь год и пользоваться ею по необходимости. В народе верили, что если в росе покататься в траве всем телом, то это сделает организм несгибаемым и крепким. Что категорически нельзя делать в этот праздник? Сегодня нельзя браниться, ругаться и ссориться. Нельзя вершить злые дела и обижать кого-то. Нельзя отказывать в милостыне и помощи. Нельзя заниматься рукоделием. В этот день читали заговор, чтобы привлечь к себе много богатства и успеха. Для этого сегодня нужно отломить от тополя веточку со смоляными почками. Потом нужно дома вспороть наволочку перьевой подушки, начать веточкой вертеть внутри и приговаривать такой заговор. «Крутись-вертись, белым пухом обернись. Не ветку пух пеленает, а ко мне победный дух прилипает. Чем больше пуха прилипнет к веточке, тем богаче будет человек». В народе говорили, на Руси два Егория, холодный 9 декабря и голодный 6 мая. Богатый, сыт и в Егорье в день, а бедный терпит до спаса. Егорий землю отмыкает. «Если ясное утро на Юрия, будет ранний сев, ясный вечер – поздний сев. Если в этот день ударит мороз, значит уродится проса и овес. Если день выдался теплым, лето будет ранним. Если на Егория Вешнего идет ливень, будет много травы и, соответственно, сена. Ветер с севера предвещает ранние морозы осенью. Если на березе листья крупные, значит урожай будет хорошим и обильным». В народе считалось, что нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо. Может ударить молния. В народе верили, что родившиеся 6 мая доживают до самой глубокой старости. Они умеют хорошо заботиться о скотине. Носить им следует оникс, как оберег. Приметы на 6 мая говорят, что роса сегодня обладает целебной и благодатной силой. Если покататься в утренней росе, то здоровье будет крепким. Если ругаться и кричать 6 мая, то это притянет молнию, которая ударит в скандалиста. Сегодня нельзя рукодельничать, шитье, вязание и подобные дела принесут проблемы со здоровьем. В народе верили, что если окропить свой дом и свой кошелек утренней росой, то будет богатство и достаток. Если сегодня комары создают стаи, в ближайшее время будет тепло и солнечно. Началась гроза, трава будет расти густо. Виднее цароса, ожидайте хорошего урожая проса. Если на деревьях появился иней и идет снег или град, хороший урожай в этом году принесет гречиха. Теплая погода в этот день говорит о скором наступлении теплого лета. Если ветер дует с юга, год будет щедрым на урожай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok